Витамины. Витаминов в аптеке продается очень много. Витамины делятся на два класса. Первые витамины жидкие, вторые витамины твердые. Сравнить их друг с другом нет возможности, потому что это абсолютно разный сегмент витаминов. Жидкие быстрее будут всасываться, твердые можно считать конфеткой. Но кто покупал твердые витаминки? Это полезно как конфетка. Понятно? Жидкие витамины на самом деле есть, и их оказалось великое множество. Так как у нас в компании выпускаются жидкие витамины, мы из реестра лекарственных препаратов выписали 21 витамин. Я сейчас расскажу, что у нас продают в аптеках. В верхней строчке, в верхней строчке написаны различные витамины. Вот, например, вот какие-то витамины Аквадертрим, капли Польша. Что такое С? С это означает синтетика, химический завод, моя профессия, технология. Синтетика, 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 синтетика. Вот смотрите, вот, например, вот эти витамины содержат 188 процентов дневной нормы витамина Д. Скажите, здоровому ребенку можно такие капли пить? Нет. Назначается врачом, видимо, при каких-то патологиях. Это понятно, да? Вот патология есть, витаминку выпили какое-то время, патологии не стало. Дальше давайте посмотрим. Вот есть капли, раствор Россия. Вот видите, все пусто, все пусто, никаких витаминов нет. Витамина Е 59 процентов. И вот таким образом, я вас не буду мучить, да, вот таким образом мы проанализировали все витамины. Я сейчас остановлюсь на последнем слайде. Ситуация приблизительно одинаковая. Либо есть два витамина, либо вот смотрите, вот этот вот, например, вот витамин С. Представляете, про витамина А 400 процентов дневной нормы. Значит, опять при каком-то заболевании конкретном назначил врач, ребеночек пропил или взрослый, и все. А нормальным-то людям, нормальным, вот просто вот обычным людям, которым вот здоровым, которым не болеть, откуда взять витамины? Вот пока ниоткуда. Вот на последнем слайде я просто сюда сделала, чтобы было понятно. Смотрите, в аптеке все витамины расклассифицировались на три типа. Тип первый для чего-то конкретного. Вот, например, вот Multitabs Baby капли Дания содержит 33 процента дневную норму витамина А, 39 процентов витамина С и 100 процентов витамина Д. Конкретно для детей при дефиците витамина Д. Понятно? Все. Для больных деточек только при дефиците Д. Дальше. Вот оксидидрит, раствор Россия. Тоже все синтетика. Содержит 20 процентов витамина Д. Простите, все остальное пусто. Ни одного витамина. Вообще, вот с моей точки зрения, да пустышка. Но ведь кто-то этот состав разрабатывал, значит, при каких-то особых патологиях, опять доктор назначит. Опять не для здоровых. Дальше. Вот такой еще есть пиковид, сироп для детей Словения. Такие тоже есть. Вот смотрите. Витамина А, 165 процентов дневной нормы. Витамина В, 200 процентов дневной нормы. Витамина В2, 167 процентов дневной нормы. Витамина В3, 75, В5, 120, 90, 99, 167, 75. Вы знаете, вроде как много витаминов есть, но вот эти вот витамины, они почти по 200 процентов. Очень серьезный витаминный комплекс. Я посмотрела, когда он выписывается. Он выписывается перед операцией серьезной, после операции серьезной, при сильных кровопотерях. Понятно? Выписывается курсом, чтобы ребенка поддержать. Но он опять не для здоровых детей и не для здоровых взрослых. Он запрещен в таких дозировках. О, и мы нашли, вот смотрите, порадуйтесь. Мы нашли растительный один из 21. Один растительный, натуральный. Шиповник, сироп. Россия. Пусто, 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 пусто. Витамина С, 233 процента дневной нормы. Вот это можно пить. Витамин С. Вы знаете, я пришла в ужас. Ну, я преподаю химию для врачей и фармацевтов. Ну, я думала, что я найду аналоги. Но я не нашла. А твердые – это просто конфетки. Вот смотрите, что у нас. Значит, витамины произведены в Германии. Называются наши витамины Витоактив. И стандарты Германии и России отличаются. По стандартам Германии там содержится 10 витаминов в дозировке 100%. Так как, простите, я нахожусь в России, и испытания мы проводили в России, мы все пересчитали по реестру СанПИН России. Понятно? У нас чуть-чуть отличается. Ну, вот смотрите, двух витаминов нет. Ну, нету-нету. Вот, да. Теперь, значит, В1 – 73 процента дневной нормы, В2 – 78, В3 – 80, В5 – 120. Ну, по нормам Германии это 100. Вот. В6 – 70, В9 – 50, В12 – 83, витамина H – 100, витамина D – 50, витамина Е – 80. Сейчас, минутку. Ребята, можно пить хоть кому. Хоть кому, хоть каждый день, хоть 12 месяцев подряд. Ну, надоело летом у вас фрукты, овощи. Ну, перерыв сделали. Но сейчас там уже все. Фруктов нет, овощей с грядки нет, уже все. Можно пить хоть кому. Жидкая форма и самое главное – она R. Синтетики-то там нет. Вот. То есть, вот витамины на каждый день. Вот сейчас. Я очень хочу, чтобы вы подумали, вот о чем вот эта картинка. Вы знаете, я так долго искала, да, и так нашла такую картинку, да. Ну, о чем все-таки? Еще какие варианты? В1 – 100. В1 – 100. Вы знаете, плохо знаете наши витамины? У нас в витаминах экстракт 21 ягоды и фрукта. Он разбавляется в небольшом количестве водички. И самое главное, ну, я всяко думала, как вот так нарисовать, но не нарисовала. Я не знаю, может быть, это, конечно, не сильно похоже. Вот. Но вот это, да, вот это – трамвайчик. Так вот, чтобы витамины приехали на трамвайчике в клетку, нужен трамвайчик. Трамвайчик нужен. Понимаете, у нас витамины обалденные. Но если не будет трамвайчика, вот витамины в организм хрят, а транспорта нет. Никто до клетки не везет. А кто транспорт? Кто транспорт? Нет, нет. О, белки. Транспортную функцию в организме выполняют белки. Если вы вегетарианец, там как-то надо эти белки самим получать, не знаю, откуда, из каких продуктов. Если вы не вегетарианец, то это мяско, рыба, обогащенные там фасоль, там горох. Много очень продуктов обогащенных. И мы витамины кушаем не просто так, а когда мы едим белок. То есть у вас в мозгу вот прямо должно вот… Чик, посмотрели, котлета, там, не знаю, рыба, вот, все. Там каша, да, в которой много растительного белка. И у вас сразу в голове – чик, наши витамины. Потому что белок служит трамвайчиком, все, витамины хорошие в организм попали один раз в день, не надо их больше пить, один раз в день чайную ложечку. Маленькой бутылочки хватает на целый месяц для взрослого человека. И поехали они в клетку довольные. И белок их до клетки довезет. Понятно? Вот. Значит, что я сейчас стала делать с этими витаминами? В программе «Моё здоровое тело» нас научили делать салаты из сырых овощей. Это может быть капуста. Капуста у нас дешево стоит, морковка, там, ну, не знаю, что еще, там, всякие такие овощи. И, может быть, какая-то другая капуста. И можно делать заправку. Берете чуть-чуть наших витаминов. Они же концентрированы. Можно чуть-чуть водички, можно без водички. Можно туда же нерафинированного, хорошего растительного масла. Хорошего, качественного, нерафинированного. Это может быть и оливковое, это может быть какое-то другое растительное масло. Вот. Все. И этим заправляете салат у себя в чашке. Ни в коем случае не заправляете в больших этих емкостях. Вот вы себе положили порцию, свою норму, в свою чашку, и ее заправили, и сразу же съели. Понятно? Все. И для себя польза, и вкус очень интересный. Ну, необычно. Вопросы все готовьте, у вас будет целый час на ответы на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!